Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Екатерина Горикова, Айдын Слепцов. Тема нашего эфира – восьмые спортивные игры народов республики Саха-Якутия, которые пройдут совсем скоро в Усть-Алданском улусе в селе Барагонцы. Поэтому в нашей студии почётные гости. Это глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов. Алексей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. А также в нашей студии историк, почётный гражданин Усть-Алданского улуса Зоя Петухова. Зоя Ильинична, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей студии чемпион сурдолимпийских игр, мастер спорта по вольной борьбе, посол игр Василий Стреколовский. Василий Янович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Предлагаю начать с истории Усть-Алданского улуса. Ну и, наверное, плавно перейти, почему всё-таки восьмые спортивные игры решено провести у вас. Расскажите. Во-первых, отметим, что Усалданский улус в древности, ну, до русских времен, до русских времен назывался Барагонский улус. То есть это один из главных этносоставляющих родопримеменных объединений. Центром у озера Мюрю. Это назывались Барагонские якуты. Самый центр республики Саха-Якутия. Один из центральных улусов. Ну, это географическое положение, конечно, сыграло свою роль не только в экономическом развитии, но и в политическом, социальном развитии. Улус как бы обязывала, чтобы улус шёл впереди. Так оно и случилось. Здесь надо отметить, что уже при вхождении Якутии в состав Российской империи, именно барагонцы сыграли определяющую роль. Их голова Лигы, который вот так, его стараниями Якутия вошла в состав Российской империи, сказать, добровольно, можно сказать, да? Вы все живёте в Солданском улусе? Да. Наши предки, мы все у Солданской коренные. Издалека вы проделали большой путь в Якутию сегодня. Да. Это тоже очень удобно для проведения игры в центральный улус. Земля священная, она родила, подарила Якутии выдающихся людей. Я назвала Лигуэ, да? Потом у нас идёт Алексей Оржаков, мыслитель, философ, политик, можно сказать, дипломат, который в конце XVIII века встретился с Екатериной Великой и вручил ей план о Якутах, то есть программу развития Якутов. И частично освободил Якутов от повинности, очень тяжкой, ну, как сказать, вместо повинности сделали на контрактную основу, то есть выделяли деньги, как бы на северный завоз. То есть это тоже очень хорошо сыграло, сыграло очень прогрессивную роль в развитии Якутов, Якутии. Ну, но потом, когда вот эти деньги появились, появились и грамотные якуты, тоже лидером оказались наши ворогонские. И Иван Емельянович Мигалкин тогда учредил Якутскую Степную Думу, которая объединял центральный из семь улусов. И тоже установил, ну, вышел устав Спиранского в 1822 году, и он применительно к Якутии. Они составили законы, которые тоже сыграли прогрессивную роль в развитии Якутии. Очень большую роль в истории Якутии сыграл тоже барагонец-дюбченец, точнее сказать, Василий Васильевич Никифоров, Кюлюмнир, 1866 года рождения, недавно его отмечали, юбилей, да, Кюлюмнир, общественно-политический деятель, тоже лидер Союза Якутов, и обосновал тоже, организовал тоже земство, якутское земство, это 18-й год уже 20-го века. Дальше у нас идут уже, можем назвать лидером якутского народа, тоже были крупные политические, общественно-политические личности Александр Васильевич Мигалкин, генеральный консул Российской Федерации в Монголии, тоже выходец из барагонцев, да, и Александр Николаевич Жиркова я хотела назвать, спикер 5-го созыва у нас в Государственной Думе. Вот всеми этими личностями мы очень гордимся. Земля красится людьми. Да, человек украшает место, а не наоборот. Хорошо, спасибо. Давайте к сегодняшним дням, может быть, перейдем, как живет Улус сегодня. Вот я хочу задать вопрос Алексею Васильевичу. Ну да, как отметила уважаемая Зоя Ильинична, действительно мы гордимся тем, что являемся потомками таких выдающихся людей, оставивших большой след не только в истории родного района, но и всего якутского народа, и вообще в дипломатии, в общении с государствами, с Российской империей. Ну, по спорту тоже район имеет очень большие славные традиции. Наверное, не зря первые спортивные игры народов Якутии были проведены также в Сирии Барагонцы у Силданского луса. Это в 1996 году, как раз к столетию Олимпийского движения. И не зря именно восьмые игры через 26 лет возвращаются в Барагонцы, как раз в канун столетия автономии Якутии. Потому что в расчет берется все, и спортивные достижения, и достижения, вклад всех земляков, но и всех тружеников, которые испоконят в год и сегодня трудятся во благо всей страны. Я специально говорю, что в всей страны, потому что также, помимо выдающихся людей, мы гордимся тем, что у нас наибольшее количество героев существует. Как у Силдан, земля героев, это уже такой слоган известный. Восемь героев, и все они первые. Первый герой труда. Наш земляк, первый депутат Верховного Совета Союза из женщин, первый кавалер ордена Ирина Ольцева, тоже наша землячка. Первая женщина, герой статуса труда, наша землячка. Первый герой Российской Федерации, наш земляк, Михаил Михайлович Тракаловский. И первый по Дальнему Востоку, герой труда России, тоже ныне здравствующий, работающий наш земляк, Дуэр Михаил Николаевич Готовцев. Вот всего восемь героев, и все, практически все первые. И по спорту, как раз зачинателем общего массового физкультурного движения и спорта является Николай Николаевич Старский. Не зря его имя носит наш центральный стадион Туймада, и его объект установлен там. Это тоже наш земляк, поэтому все это вкупе дало нам право второй раз участвовать в конкурсе принятия такого большого спортивного события. Ну и наши спортсмены, вот сидит Василий Янович, у нас посол игр, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, чемпион сурдолимпийских игр, ныне, наверное, на слуху, Ариан Тютрин, призер чемпионата мира по вольной борьбе. Также другой посол у нас, Иван Прокопьевич Берлевский, семикратный победитель игр Дагына, ну и целая пляда всех спортсменов, которые по разным видам спорта ныне прославляют не только якутский, но и российский спорт. И вот я хочу сказать, что проведение таких больших мероприятий, наверное, нельзя смотреть только со стороны того, что это проведение соревнований, каких-то культурных мероприятий, праздник, да, это праздник спорта, единения, дружбы, культуры, но в первую очередь это большой вклад в развитие инфраструктуры данной территории. В 96-м, какие бы она были, мы все понимаем, от этого нам достался деревянный стадиончик, который ныне разобрали, и на этом месте уже строится новый, современный стадион, фактически даже на примере нашего района вот можно увидеть, что какие продвижения в жизни районов произошли за 25 лет, то есть с одной стороны это долгий срок, но со стороны истории это очень короткий срок, поэтому ныне даже именно в рамках игр, помимо трех больших спортивных объектов вообще уже строится и уже введены 21 объекта, это социальная и инфраструктурная направленность. Все это будет большим подспорьем для дальнейшего развития нашего района. Чтобы разместить и спортсменов, и гостей, которых наверняка летом вы ждете в большом количестве. Василий Янович, скажите, пожалуйста, в чем главная миссия вот вашего статуса, посол игр, это значит, кто этот человек? И вот это посолом игр, спортивных игр, это очень большая ответственность, и как бы вот, ну и Усалданский Луз дал возможность представить в таких больших соревнованиях детством спортивных игр, и как бы я как спортсмен тоже сейчас расскажу, как у меня интерес был к спорту, это как бы все связано с нашими первыми спортивными играми в Брагонстах, когда мне было шесть лет, отец водил меня на соревнования, и я увидел там такое большое мероприятие впервые в жизни, и мне там появился интерес к спорту, и на большом стадионе все спортсмены бегают, борются, и я хотел тоже, как они, представить свой родной Луз, республику и Россию на таких больших соревнованиях, и, ну, благодаря мечте вот это сбылось, как бы могу сказать, я выиграл Средоолимпийские игры в 2017 году в Турции, и сейчас как бы представляю свой родной Луз как посол спортивных игр, и это мне как бы добавляет для молодых спортсменов... Как пример? Да, интерес к спорту, и встреча делегаций, и, как можно сказать, ну, поднятие здорового образа жизни, и вот недавно у Солданских Луз набрала все путевки по вольной борьбе на спортивные игры народов, и, как бы, и другие путевки тоже разыгрываются, и вот всем сорсменам хочу пожелать всего честной победы, пусть победит сильнейший, вот так. И у вас получилось представить свой Луз, свою родину почетно, да? У вас вообще столько званий почетных, заслуженный мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе, кавалер ордена, полярная звезда, и почетный гражданин Усть-Алданского Улуса, ну, и посол игр, которые вот предстоят в июле месяце. Они пройдут, давайте скажем, нашим слушателям и зрителям, кто еще не знает, с 4 по 9 июля, да? Июля в селе Барагонс, Усть-Алданского Улуса. И о том, как готовится Усть-Алданский Улус к приезду и спортсменов, и гостей, мы расскажем во втором блоке, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы очень скоро вернемся после короткой рекламы. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа Якутск сегодня и в нашей студии гости. они приехали к нам из Усть-Алданского Улуса, из села Барагонс. И я хочу спросить, насколько долог этот путь до столицы нашей республики? Для нас нет, но если кто ездит просто вокруг города Якутска от Хатынгаряха до центра, конечно, это далеко. Сколько часов? Это 120 километров, но в первую очередь в летнее время это будет водная преграда в виде реки Лена. То вот это занимает время. Вот зимой мы, ну, два часа езды на машине. Конечно, автомобильная дорога, она не полностью асфальтирована, потому что до... Отсюда, от города Якутска, можно доехать двумя путями. Доехать до Кангаласов. Ну, все якутские, наверное, знают Кангаласы. От Кангаласов на паромы переправиться на правый берег, и оттуда 70 километров до Барагонцев. Второй путь, это через Нижний Бестях, из Нижнего Бестяха также паромная переправа, через Тюнглю, то есть по основной магаданской трассе, это от села Тюнглю 90 километров. Так что не очень далеко, всех ждем гостей, милости просим. Почему мы говорим о летнем варианте, как добраться до Усть-Алганского Улуса, потому что летом с 4 по 9 июля в селе Барагонцы пройдут восьмые спортивные игры народов республики Саха и Якутия, и глава Улуса всех сейчас приглашает присоединиться к этому мероприятию. К слову, кого вы уже точно ждете, откуда приедут спортсмены, откуда вы точно знаете, что приедут зрители, сколько будут стоить билеты, расскажите об этих подробностях. По стоимости билетов пока говорите чуть-чуть преждевременно. Главным режиссером церемонии открытия является Сергей Васильевич Расторгуев, основатель и руководитель Якутского цирка. Он также проводил данные мероприятия в серии АМГА. Ну, ожидания это примерно 7 тысяч только это спортсмены, организаторы и культурная программа. Это только 7 тысяч человек. Поэтому работает республиканская комиссия. Осень Сергеевич сам лично контролирует весь ход работы. Председателем оргкомитета является заместитель председателя правительства Сергей Васильевич Местников. Есть 17 подкомиссий, в том числе и по транспорту, которые будут обеспечивать и паромную переправу, и на моторных лодках, и службы доставки из того берега до райцентра. Мест питания, размещения. Данная работа идет уже не первый год. Конечно, пандемия мешала, но общая работа идет. Организованные группы будут размещены, ну, в основном, в учреждениях образования, которые уже 3 года интенсивно ремонтируются к приезду гостей. Это 29 объектов образования, где разместятся все спортсмены, судьи, организаторы, участники культурной программы. Ожидание. Все 35 районов и городов Республики Саха все принимают участие в этих играх. Без исключения. Без исключения. Это, не побоюсь этого слова, это Якутская Олимпиада. То есть, и для спортсменов, и для артистов. Поэтому мы сейчас получаем очень много предложений об участии, соучастии, о включении их в программу. Только культурная программа на сегодняшний день мы имеем предложение по 278 культурным мероприятиям. Так что должны оставить 100. Как бы уложилось бы у вас это все столько дней. Должны оставить 100. У нас есть звонок на прямой связи с нашей студией директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия ваша землячка Сарглана Максимова. Сарглана Васильевна, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте. Сарглана Васильевна, здравствуйте. Приветствую вас. Расскажите, как вы готовитесь к спортивным, к 8-м спортивным играм, которые совсем скоро пройдут в селе Барагонцы. Потому что это ваша родина. Все правильно? Алло. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Приветствую главу района Алексея Васильевича. Как раз вот недавно мы 30 минут тому назад встречались. Здравствуйте, Сарглана Васильевна. приветствую всех земляков, которые сегодня в 7 утра слушают радио ТЭТИМ. Полностью передачи посвящены моему родному Улусу. Вы сами приедете и планируете приехать на игры в июле месяце? Мы с большим нетерпением ждем, когда же случится это мероприятие. Вообще, вот я хочу сказать, что наш район всегда отличался масштабностью в плане культурных, спортивных мероприятий. Вот начиная с советских времен была большая вовлеченность населения в культурную жизнь села. «Жизнь села» мы дети очень активно участвовали во всех мероприятиях. Целая система мощной такой художественной самодеятельности в нашем Улусе. Вот я с большой благодарностью всегда вспоминаю даже можно сказать самые счастливые годы участия в нашем народном коллективе «Кончари» под руководством Василия Степановича Парникова. Это вообще для детей нашего района села Барагонцы это формула, настоящая формула счастья. Да, вот мы участвовали и с самого начала и до сегодняшнего дня на всех мощнейших площадках СССР Российской Федерации начиная с наших якутских театров заканчивая большим театром это все дает мощный импульс для детей для молодежи вот для дальнейшей такой творческой жизни и это все закладывается на малой родине в самом начале в детстве Сарклана Васильевна спасибо вам большое за дождь знаете я еще одно хочу сказать очень быстро хорошо вот сейчас Алексей Васильевич сказал что у нас родина героев и это по-настоящему мы всегда гордимся своими героями нашего Улуса и вот хочу сказать что место захоронения Владимира Денисовича Лонгинова установили в школе именно наш класс 6-й А-класс под руководством Александра Петровна Азаровой вот хотела чтобы услышали наши земляки что такой мощный учитель истории была наша Александра Петровна что еще вот тогда в 77 году мы смогли установить место захоронения Владимира Денисовича Сарклана Васильевна спасибо вам большое за то что приняли участие сегодня в эфире вам хорошего дня и конечно ваши земляки вас ждут в июле месяце на проведение игр 8-х спортивных игр вот сейчас и Сарклана Васильевна сказала и вот Василий Янович сказал про детство вас видимо очень хорошо организовано в районе работы с детьми потому что и здесь в 6 лет мальчик увидел маленький и впечатлился настолько что потом всю свою жизнь посвятил спорту и так успешно с такими наградами регалиями и вот сейчас человек который тоже вспоминает детство своих учителей в школьные годы наверняка значит у вас люди которые живут в вашем районе которые очень много внимания сил энергии отдает детям и есть такая возможность есть и кружки наверное у вас можно поискать себя в разных направлениях в разных областях и о правах да конечно же это в первую очередь даже не кружки это в первую очередь от энтузиастов людей которые любят свое дело своих детей это в последнее время государство обращает большое внимание уже в создании там кружков отделения в те времена фактически это были антизиасты тренерами были учителя физкультуры вот Василий Степанович Подняков он сам учитель не музыкант но вот создали ансамбль если я не ошибаюсь то это есть в Нерюнгре ансамбль и вот наш ансамбль которые являются образцовыми коллективами Российской Федерации имеет такое звание которое дает им определенные права и возможности для действия есть специальный дом детского развития кончари и центр детского творчества где вот в разных кружках начиная от шитья заканчивая ювелирным делом театральными кружками и всем детей мы не ограничиваем каждый может искать себя находить что для него ближе и важнее и самое главное чтобы они имели возможность просто расти многогранными счастливыми людьми вы говорите энтузиасты это люди которые просто по своей воле занимаются с детьми это не за зарплату это просто вот так хочется и собираются в первую очередь начали именно так а сейчас конечно есть большая система дополнительного образования детско-спортивных школ республиканский филиал у нас работает но в становлении в первое время когда вот в детстве Василия в детстве сарглана Василия это в первую очередь были учителя энтузиасты и вся культура все музеи в первую очередь даже в 90-е годы когда вот все страна переживала разное время держалась на них и за счет этого в 96 году открытие этих первых спортивных игр вспоминают до сих пор и элементы которые были использованы в данном сценарии используются до сих пор хотя говорят что вся жизнь в основном вот в якутске вот в районах улусах все как-то тяжелее живется людям вы можете кстати сравнить потому что вы ведь долгое время жили в якутске занимались руководящие посты но потом вернулись в свой родной улус поэтому вы наверняка можете сравнить жизнь там и и там и насколько это имеет для вас такое утверждение знаете на самом деле если человек занят если он работает для какой-то цели то особо не важно где действительно он живет но в первую очередь для людей для комфортности проживания конечно же процесс урбанизации он идет постоянно но рад что допустим после 90-х сокращение количества населения действительно шло очень сильно допустим наше поколение фактически ну половина в якутской половина по всей стране по заграницам сейчас люди остаются вот за последние давайте продолжим насчет того что вот люди остаются хорошая тема в третьем блоке и мы очень скоро вернемся буквально через 2 минуты дорогие друзья продолжаем прямой эфир в нашей студии гости из Усть-Алданского Улуса и мы говорим сегодня на тему предстоящих восьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия и нас оказывается ждет слушатель или зритель на прямой линии алло здравствуйте алло сорвался видимо звонок не дождался нас давайте продолжим мы говорили о том как живут сегодня ваши земляки и вы говорите о том что самое главное все-таки для человека это честно выполнять свою работу свое дело но все-таки условия в которых приходится это делать да наверняка все равно они отличаются от столицы например и и в районе наверняка там не все так просто конечно в плане быта в районных центрах конечно очень быстрыми темпами приближается к Якутску интернет есть как говорится тепло есть благостроенные дома есть круглогодичное сообщение с городом Якутском есть поэтому многие уже выбирают такой путь становления в районах потом уже плановый переезд в Якутске когда здесь уже и квартира готова и опыт работы наработанный есть допустим последние переписно середине выявила что у нас более двух тысяч человек добавились сейчас у нас двадцать три тысячи десять человек это и рождение и люди останавливаются и приезжают и с тринадцатого года только по пяти различных программ федеральным республиканским которые помогают строиться молодым семьям в селах помощь в обустройстве своего дома или приобретение получили около пятиста семей молодых вот в первую очередь конечно наш район я скажу состоит из двадцать одного наследа тридцать пять населенных пунктов конечно же основное это занятие сельское хозяйство и остаются люди которые преданы своей земле те которым просто нравится жить в виднении с природой люди же разные бывают те кто хочет те кто может конечно имеют возможность получать хорошее образование и хорошее между прочим дополнительное образование дети более могут свободнее стать более самостоятельными даже на в малых годах и это дает возможность и какие-то может быть навыки для нахождения себя и в других местах поэтому очень много выходцев как и сегодня работает во благо республики и в бизнесе и в науке и в образовании и в культуре в театрах ну очень много выходцев из нашего района вот Василий как раз и молодой да я смотрю у вас кольцо значит есть семья вот и почему не уезжаете из из солданского улуса ну вот в солданском улусе игры пройдут по девятнадцатым видам спорта и как вот мы смотрим спорт каждым годом развивается и массово развивается и новые виды спорта тоже добавляются и в солданском улусе будет большой праздник спорта и мы всех гостей ждем на солданском земле и рады всех приветствовать и всех ждем нашли вы там свое призвание нашли вы свое призвание получается да и никуда не хотите уезжать не соблазняет Вас столица столицы республики скажите какие виды спорта вот про заговорили про восьмые спортивные игры какие виды спорта будут представлены на играх фактически все олимпийские виды спорта легкая атлетика мини-футбол волейбол женский мужской настольный теннис стрельба из лука пулевая стрельба гиревой спорт вот и водовольная борьба бокс будут участвовать и люди с ограниченными возможностями это подает легкая атлетика так что все люди все слои заселения имеют возможность защищать честь своего района вот совсем недавно идут большие соревнования отборочные вот по мини-футболу наша команда заняла к сожалению второе место в Ленске уступили хозяевам по волейболу получили все путевки вот как Василий сказал по вольной борьбе конечно мы получили все путевки мы там ожидаем только победа так как являя усилданский улус является семнадцатикратным чемпионом республики у нас три заслуженных тренера российской федерации вот заслуженные мастера спорта международного класса только в прошлом году четыре уроженства усилданского улуса выполнили норматив мастера спорта международного класса вот так то есть по вольной борьбе это точно что вы уже вообще уверены что вы одержите победу во всяком случае должны как говорится ну не просто тогда конкурентом а сами за какие виды спорта вы обычно болеете вот расскажите ну понятно Василий наверняка вольная борьба да тут уже сто процентов у меня тоже самое я являюсь председателем федерации вольной борьбы нашего района сейчас все наши устремления по большому спорту связано с Орьяном Титрином к сожалению из-за недопуска белорусских и российских спортсменов он не смог участвовать в чемпионате Европы но надеемся что до олимпиады в Париже мы обязательно доберемся и а сам конечно помимо этого как все многие мужчины наверное футбол хоккей сейчас внимательно следим за лигой чемпионов болеем за реал мадридский а вообще цель для Вас вот этих восьмых спортивных игр какая такого масштабного мероприятия во-первых это как сказать как уже сказал в повышение и вклад в становление инфраструктуры и социальных объектов вы сказали как раз условия проживания это мы должны даже в самых дальних населенных пунктах должно стоить сделать хотя бы минимум условий это круглогодичная дорога отапливаемые дома благоустроенные и хорошую связь интернет это как бы первое что требует молодые люди а кроме этого фактически только вот в районном центре сейчас строится мы ввели уже дворец культуры два детских сада сейчас строится школа на 450 мест стадион многофункциональный спортивный комплекс где-то 8 тысяч квадратных метров фактически как мини триумф и участвуют фактически 43 процента человек занимаются спортом в культурной программе будут участвовать 1850 человек это только жители нашего района мы уже все это максимально приобщить получается население и еще плюс облагородить сам улуз и не зря в этом году у нас идет год патриотизма сами жители своей по своей инициативе выполняют по 100 добрых дел мы выпустили книгу 100 якутских костюмов 100 чаронов 100 апахал это все уже изготовлено просто без никаких оплат исходя из позовы сердца для своей родины собираются не только усилданцы но и все наши земляки которые проживают и в городе якутске и за пределами отправляют свою помощь и материальную и моральную мы ощущаем большую ответственность тем более нам довелось выпав готовиться всего три года до этого в амге было пять лет после нас пять лет тоже будет готовиться три года а эти три года идут вперед пандемии ценовых изменений общей геополитики поэтому сложность есть но мы испокон веков как золи сказала всегда наши земляки стояли впереди всех и в 96 в самые трудные времена провели самый красивый хороший праздник и мы не будем говорить о проблемах о том что не хватает чего не хватает мы должны это все сделать и я верю и уверен в своих земляках что мы подарим праздник культуры спорта самое главное дружбы и добра всем якутианам не только якутианам но и всем гостям нашей республики которые несомненно будут на нашей земле потому что оно приурочено именно к столетию автономии нашей всеми любимой якутии вот такие патриоты всегда говорят вот как вот в детях воспитать патриотизм ну вот так когда ты вот так любишь то место где ты работаешь на его благо потому что вот одно из ста тысяч дел наверняка это и есть сами вот проведение этих игр когда приходится и работать много и делать что-то и все равно прием гостей дело хлопотное еще и такого количества поэтому вы конечно о минусах не хотите говорить но наверняка они все равно будут какие-то неудобства для тех кто живет в вашем улусе потому что столько людей сразу приедет наверное какие-то будут ограничения для тех кто там живет мне кажется Алексей Васильевич как раз подчеркивает это энтузиазм самих хозяев и если даже какие-нибудь трудности появятся то каждый отзовется поможет мне кажется люди понимают люди понимают люди ответственность понимают люди цели этих проведения этих игр понимают это же одна из задач не только развитие спорта физкультуры да но и консолидации народов всех народов это праздник консолидации единение вот так очень хочется еще чтобы был свежий воздух в это время да чтобы когда было меньше комаров и чтобы людям было комфортно находиться на ну с комарами можно современными методами справиться самое главное чтобы не было засухи не было вот как в прошлом году не было пожара я даже боюсь говорить это слово очень надеемся что в этом году будет по-другому прям все надеемся и верим тем более что и многие не поедут никуда останутся здесь и у нас остается минута до конца эфира я благодарю вас за то что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию за то что сказали добрые слова в адрес своих земляков вспомнили те имена которыми вы гордитесь и какие-то напутствия прозвучали от вас в адрес и гостей которые к вам приедут летом и спортсменов а с зрителям и слушателям я напомню что сегодня в нашей студии гостили глава Усть-Алданского Улуса Алексей Федотов посол игр чемпион Сотолимпийских игр по вольной борьбе мастер спорта Василий Стреколовский и историк почетный гражданин Усть-Алданского Улуса Зоя Петухова я думаю что мы отлично провели время и рассказали о том что с 4 по 9 июля 2022 года Усть-Алданский Улус ждет всех на 8 спортивные игры народов республики Саха-Якутия всем спасибо за внимание и хорошего вечера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok